итак я включил запись я у меня очередные гости сразу говорю что я не имею ни малейшего представление кто они не как зовут ничего и зачем приехали тоже не знаю по моему было словам посоветоваться и посоветоваться и получше разговор пусть увидят все какие секреты поэтому давайте сделаем так делаем так итак вы у меня на сайте так и для начала познакомимся надежда очень приятно наталья сейчас я гляну вас видно хотя бы чтобы живыми людьми разговаривать а попробуйте такси чтобы вас немножко было видно вот так например вот итак вы на моем сайте и ничего не знаю а вдруг повысится надежда наталья так кто из вас это главный садовод так я вас слушаю у меня такой вопрос вот из косточки может вырасти дерево с нормальными плодами или дичка вы знаете вот честное слово я всем говорю никакого не было договоренности а у меня сегодня вот эта лекция вот именно этой лекции собрался этот вопрос ответить вот про детей вот и давайте получается так вы мне довольно время на лекции на это на вебинаре да если я вам сейчас отвечу идет давайте тогда по порядку у меня на этот счет все схвачено я набираю например манджурский вид фолманч кодовая вот вот смотрите я с этого почему начинаю вот это вот моя гордость это мое достижение моя сенсация здесь на этом вот это маленький кусочек манджурского абрикоса а знаете когда он был снят 2007 году то есть 15 лет назад он дал уже 30 ведер вы можете сказать что не может это быть никогда смотрите это маленький кусочек причем половину рассыпалась но это ладно дело в его будущем получилось следующее данная но я это выставлю отдельным фирмам и тогда не буду показывать на вебинаре вы мне выручайте но это придется все выслушать потому что я не хочу чтобы вы были напрасной надежью скажем так что получилось в одном случае мы сейчас с вами увидим настоящего ученого кстати это будущий ученый который ничем не удивить и так смотрите внимательно я ничего не выдумываю вы живете большой там тайгап степ там всякое есть а вот в предгорье не совсем возле гор но недалеко а скажите субботина субботина хорошо растут а у нас по прямой между нами и субботина но километров восемнадцать наверное ну а чем хуже а вот я пробовала в субботина покупать а здесь причина может быть другие сейчас скажу рассаду посадила ой на будущий год такая такие ветки выросли огромные тут громадные прям полтора метровые были пришла весна зиму перезимовали весна пришла они очухались от весны нормально а весной как только распускаться ранней весной были живые а распускаться надо распускаться а они поверли и вот так несколько лет наподряд так я вам сразу вы же приехали советоваться значит я вам сразу скажу огромная всепланетная ошибка она больше всех затронула Россию как самую холодную страну севернее нас вспоминать полярный круг уже стран нету вы самые северные и самая главная ошибка то что всегда саженцы с исконечными корнями садят открытые кроны вы смотрите мне в глаза вы когда садили вы отрезали хотя бы половину кроны нет все вот это главная ошибка есть еще ошибки которые я сейчас и вы даже не соберете была ли заглудокорнивая шейка не сопрел или основание штамба это все по ходу было хватает и года и особенно абрикосов вот но вот это самое первое вот купили сажей смовочный красавец все не выкармливать туда сок не поднимается вверх нету сил его мало и вот это верхняя часть кроны или вся крона она становится невероятной она замерзает не при минус сорока как должна быть не минус пятьдесят она замерзает при минус десять двадцать там нету это как у вас половину крови вот сейчас взять любого человека да извините у меня сравнения такие но они как бы живые сравнения вот этот человек ведь когда-то было кровопускание такое когда-то уничтожили угробили одного короля вот ах он плохо себя чувствует спустили пол литра крови ах ну дураком хватало и литр крови вот уже полтора литра крови все там сейчас оживет но было такое кровопускание это был медицинский прием хотя писаем себе человек пять литров из них два с половиной выкачали и на мороз то же самое происходит с деревнями значит что половина крови это в лучшем случае корни были открыты или в горшке да нет никакого горшка а ну все вообщем давайте чуть быстрее итак возвращаемся к основной теме я вам уже одну из тайн открыл где бы они купили сальвенцы сильнейшая обрезка вот смотрите это на основной вопрос отвечает и он директор института агроэкологии это настоящий ученый он у меня купил сальвенцы так вы можете у меня купить кости вот и сальвенцы вот и вот что выросло из моих а сальвенцы я им выкопал я уже говорил не раз вот кто меня видит вот здесь наверное видно вот такие вот они росли под огромным тем же абрикосом вот под этим вот куда он у меня делся где где-то где-то помните да да вот вот такие вот в тени росли выросли далее от 28 до 42 килограмм это не шутки для науки это сенсация это для нас вчера сидели для них это но главное это качество плодов смотрите вот он где-то у меня вот он итак ну я сейчас только его открывал фотогалерея фотогалерея дети монгольские ну давайте еще раз что-либо найдем нет вот такой этот самый сейчас вот после посева на какой год сколько лет сейчас я все отвечу вот он этот его доклад это директор это не шутки этот человек не под на меня работает наоборот он даже забыл сказать что это все благодаря железу и агротехника моя вот она так и саженцы мои ну ему потом припомнят когда академики будут баллотироваться вот это ладно а здесь получается что у него один получился такой другой такой третий такой заметьте все аспаданного абрикоса мажорского вот скажите у вас жесткий климат сейчас сами жаловались вы бы согласились иметь ну хотя бы такие они 35-38 грамм естественно вот а эти они я их называю неубиваемые мне не знакомо вот еще ну а дальше уже другая тема они настолько неубиваемые у меня еще есть совершенно в других местах это надо долго искать абакан три года а вдруг сходу есть только сходу найду сейчас я же не хочу быть болтуновым ведь я хочу ответить на ваш вопрос начинаем с простого все равно прежде чем вы станете читать толстого даже арифметику это изучить хотя бы эту самую аж аж сейчас я быстро пролистну найду не найду это он же в другой год смотрите это одна из пяти веток это еще та молодежь 15-летней давности вот а вот уже дети пошли сеянцы то есть косточки были посадлены так как я вам предложил вот так 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 я сейчас я найду ту фотографию это его так сказать прямые потомки вот самый вкусный потомок вот это вот потом соседи начали обрезку делать и уничтожили это дерево сейчас мы закончим разговор с простыми потому что там наоборот есть вот такой вот плод а посажу косточку это будет уже интересная тема представляете сколько потомков вот они все вот они вот они вот они у них много так вот те девчонки которые на кухне неужели нету здесь ну это ну это а ну это все свежее сейчас ну как все хорошие так сейчас вам покажу что-то сушит да это те самые кости которые мама предлагает но это все Сергей себе на это на это самое на поращивание ну то есть для питомника это его часть ладно посмотрели посмотрели теперь другая картина мы фото галереи двадцать второй год так значит реальность такова я единственный странник который не может никого обмануть потому что вот захотелся я сказал узнаете сейчас навру что у меня аж десять ветер другой а у меня аж двадцать ветер ну если у меня реально сорок ветер и дерево а вот таких вот у него много по двадцать по тридцать представляете у меня соседи к вам ездили ездили да что говорили так что говорит объелися пока вот это для меня главная награда объелися вот сейчас я вам это дело в том что сейчас самое интересное посмотрите это с юга Украины это особая это агротехника и вот просто юг Украина перед вами видите давайте давайте так будем вас заинтересовали нас заинтересовали косточки и поведение с этими косточками их замачиваю да все все давайте тогда так закончим а сейчас перейдем к вопросу агротехники но еще не закончили вторая крайность вторая крайность что когда будет вот видите все делается смотрите это еще не самое крупное вообще в этот год все такое мелкое противное вот все такое мелкое мелкое такое поверьте что бывало еще гораздо крупнее ну самый мелкий год ой муфину ваши смотрели а так что я тогда хвастаюсь смотрите что получается берем другую крайность плоды 100 граммовые косточки из них лежат в холодильнике вот у вас женский климат допустим вот эти люди например у меня как раз в хуторе стройка идет там такой огромный дворец так там арки миллионов бухан наверно этот человек сказал бы а мне все самое лучшее начинаем вот с таких он а вы как это пел это а я девчонка из простых без сережи молодых так значит манжурцы брать надо я считаю так а вот эти вот они не вот 100 граммовые а может оказаться потомок 50 грамм до 30 грамм 80 грамм иногда 100 или замерзет и второе не обязательно брать культурные вот такой вот а амур артем серафим средне крупные бай бай который здесь 50 лет в ливицкому кланяешь вот и они не замерзают еще маленький момент только уже фотографии искать не буду вот примерно вот такие вот такие баи вот такие баи чернобаев он же мой как бы сказать последователь он мои баи вырастил взял костышки посадил за забором прям за забором наглую там в 20 метрах дорога проходит они у него выросли вот без ничего без это три повторил стали отались вот такие как на экране а четвертый мелкий мелкий но он оказался супер сверхраннее оказалось у него свои особенности да и ничего что уже людям можно не воротить он сильно мелкий зато он сверхраннее это очень важно ну понятно мы не знаем когда будет заморозок рано или поздно и вот получается это то есть фильм амур артем бай вот это вот это моя самая надежная из культуры будете брать не будете да сразу скажу что касается именно абрикоса абрикос стоит косочка 25 рублей упаковочка 250 вы участники шоу то есть значит у вас гонорар такой все за пол сына любая косочка только если вы книгу упоминали книга за пол сына она не моя не совсем моя обязательно то есть любая косочка за пол сына нам хватит чтобы в одной книжке а мы соседи ну понятно значит что получается следующий вопрос касается чего агротехники агротехники сейчас я проверяю идет запись а то может мы зря стараюсь идет итак агротехника девчата а вы достаньте манджурский абрикос и сыновья манджурца эти самые распасованные в списке вот потом придем уже их продавать на кухне сейчас закончим в общем тут получается основная работа у нас за компьютером люди приехали все в сомнении так ну что поехали смотреть мы находим у меня вот здесь посадка и сертификация значит сейчас я найду несколько картинок стратификацию я наверное уже не сделаю а не совсем смотрите сегодня у нас я не случайно это говорю сейчас у нас подходящий рисуночек а дальше сделаем девчата принесите ну любые аманджурский абрикос несколько упаковочек вот дело в общем сейчас середина стратификации мы начали сертификацию мы начали сертификацию вот эти фотографии говорят знаете о чем о моей сумасшедшей добросовестности видите видите как они сходят чуть чуть правда если чуть опоздал видите видите попробуйте опоздать вот орехи видите прямо сходят в этом в холодильнике ладно так теперь значит что получается добился смысл и так вся середина стратификации абрикосы были у меня в середине февраля это получается месяц назад помещены в серый песок и по моим расчетам они у вас уже должны проклюнуться примерно в середине апреля давай сюда так вот они манджурский патриарх это что вы помните 40 ледер показаны в фотографии вот так они упакованы это на момент переезда стратификации идет все нормально когда вы их получите так вы перевезете себе домой вы берете уже пол литровую банку на 10 на 20 штук пол литровую банку почему бывает некоторые так получают от меня посылку для всех получают у меня посылку вот и как есть в холодильник и до весны что видят весной они видят весной что здесь белые длинные корешки 2-3 а вы же меня знаете мы будем говорить что я не только про вас говорю 2-3 но когда все оставлялись не взошли а некоторые еще ждут до июня все думают зайдут в холодильнике все не сходят первые взошли высосали всю влагу кто кто раньше проснулся того и тапочка кто раньше проснулся того благо поэтому только приедете домой еще ничего не поздно все идет по плану разорвали пол литровую банку и там добавили песку примерно такой же влажный добавили песку и сколько их нам влажный десяток то есть я уже цену вам назвал раз вы участник пришел не двадцать не двадцать не двадцать десяток поделите на два вот что тут еще интересного сын найдется номер раз вот видите он будет отличаться почему возвращаясь к этой же теме вот где мы были где мы были вот видите вот они все разные они все разные почему у них есть папы а кто папа мы не знаем как правило папа культурнее потому что уже дичей и мазучей никто быть не может правильно вот это Тимошка участник шоу приехала телевидение и надо было доказать что лет с этого дерева сорок ведер это маленький кусочек Тимошка как раз собирал за одну день вот вместе с мамой вместе с мамой все эти ведра были набиты полностью вот эти вот ладно итак стерпификации головной боли нет за вас она сделана почти а потом эту банку если будет сильно влажная что будет сгниет если будет сильно сухая они взойдут вот если брать официально вот это мы с вами живем там где очень песчаная почва а под соснами почва чистая сухая она вообще без перемещей органики под соснами она там даже есть карьеры специально эти песчаные вот и там я беру песок вот и найдете такой сухой песок потому что это очень важно и вы его добавляете пол-литровую банку на одну-две вот такие вот и в холодильник соотношение пусть у вас будет 6 к одному то есть вы берете вот где-то ведро с песком 6 долей песку допустим пол-литровой кружкой да любой кружкой ну понятно любой так давайте следующий вопрос так а потом ну а потом когда они подщикнутся их зажигать независимо от того просклюнется половина обычно это меньшая часть и но радость в том которые проплюнулись главное не упустить чтобы они не были длинной со спичкой их трудно садить они часто погибают а когда они только проплюнулись вы их уже можете посадить на постоянное место на постоянное место да а если спят делайте школку по принципу с густотой да чуть ли не как морковка там не ну пожиже ну в апреле уже наверное невозможно что в апреле посадить посадить землю это еще а как невозможно возможно второе полное апреля для нас базово будет это земля одна площадка тает вспоминаете нет ну майские праздники уже все цветет на чем это у вас цветет на чем ага что вы сейчас упоминали у меня в сад там в Шушенском районе далеко от вас так теперь давайте все еще вопросы ну а потом прививать их надо или нет а вы доживите а это сколько эммм сколько лет надо им расти чтобы плодоносить начать если ничего не делать обычно на пятый год вот посадили и забыли ну первый год все поливать по второму году уже можете все это если ничего не делать да а если делать то еще хуже будет укропить никаких приближений к плодоношению абрикосов ждать когда они сами заплодоносят точка так вот не повезет им любые нарушения какие-то там бывает где-то веточка обломилась где-то кто-то объел бывает тогда они корову быстрее становятся стараются дать плоды чтобы продлить рот тогда может на четвертый год случиться а прививки на второй на третий на второй редко на третий четвертый год вырослый на третий так что она Наташа не знаю спросила про прививки но прививки вы будете делать уже уже на следующем году у меня знаете чё как у нас нормальное место для абрикосов особенно для вот таких скромных а вчера у меня была этот самый телемост ну то есть я лежал на кровати человек позвонил я взял записал наплён а у него сразу Получилось, первый год он вырастил, второй год привил, и у него прирост, естественно, все по железу, он с земли привил, 2,5 метра. Это значит, что его место как раз подходит под абрикос, как раз он так подходит, 2,5 метра, что делать, резать, не резать. Вот я ему отвечал, у нас хорошее место для абрикоса, я считаю. У нас земли много, вот не знаю. Куда делайте? У нее земли много. Ну, понимаете, если вы, допустим, вот мой совет, это дело ваше, допустим, вы взяли 100 косточек, допустим, для вас это недорого будет, извините, я сразу перевожу, 1250 рублей, это недорого, на праздники больше водки покупали, на такие деньги. Получается так, я шучу, вот, значит, уж совсем не повезет, полсотни взошло, а они, я их называю, неубиваемые, именно вот эти вот. Там еще боксер сдает, ну, с этих культурных, что будет, вот, вот с таких чудес. А эти-то гарантированные. А потом головные обои, ой, что же нам делать-то, ну, сейчас привезу, захотите вот такие иметь, как на экране, вот в эту минуту, да. Вот. Вот. Тогда, конечно, придется маленечко соображать, буду привать, не буду, где взять материал, кроме меня, может, в том времени не будет, а вдруг, в возрасте. А ну, тогда есть Сергей Женбов. Вот девчонки есть. Красные. Вот. И тогда вы сможете привить. Ну, скорее всего, самим сейчас приватчиков. Раньше вы люди... Ну, нет. Так, здрасте, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я-то нет. Откуда у вас такое умение? А то до сих пор еще есть виды, которые в образовании имеют специальные. Нет, 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 это не я. У меня муж попробовал, у него не получается. Ага. А я... А вы кто по гороскопу? Дева. Ну, тогда правильно. А у меня получается. У дева получается. Вот. Особенно яблоки вообще. Ну, почти 100%. Здорово. Ну, тогда я за вас спокойно. Тогда ваша задача... В данном случае не мелочиться. Я не стал мелочиться. Я бы мог про скидки промолчать. Согласна? Согласна. Ну, так. Так. Это вот у нас неубиваемые, которые... А любые. Или маджурский абрикот, патриарх. Самого дерева. Еще раз говорю. Вот это его потомки. А вы говорили четыре этих... Больше. Пересчитывали. Ну, сорта. Это не сорта. Это как сказать? Ну, как вам сказать? Мамы. Мамы. Здесь вот что. Мой совет. Возьмите патриарха. Возьмите... Вот тут написано номер раз. Номер один. Будет быть номер один. Написано какой там. Номер четыре. Четыре. Еще есть два, три, пять. Просто даже не думайте. Вы не смотрите на фотографии. Вы все смотрите там мои фотографии. Вот знаете, и думает... Вот увидят красивые фотографии, да? Вот. И началось. Это я палец не так смотрю. Вот маджурский. Вот они. Вот они, да? Хочу такую. Думать будет такая. А она, вот это вот... Это... Самое... Они... Вот эти вот плоды такие же не постоянные, как и девушки. То есть, годом раньше она была... Вот как девушки, наверное, краситься, да? Ну, не смотрите на это. Это Елена Александровна Савинись. Вот. Да хотя почему не смотреть-то? Вот. Годом раньше эти плоды были желтые. Так. Годом раньше. И где гарантия, что если вы возьмете с него косточку... Так. Минуточку еще. Давайте. Понятно. А они сами себя пыляют или надо два-три дерева? Значит, они очень плохо сами себя пыляют. Очень плохо. А то у нее-то места много-много, а у меня место... Перемешку. Косточка с этого. Следующая косточка с этого. Следующая косточка с этого. Поняли? Так, на четыре мне... Ну, если потом на деревья так рассчитывать. У меня на четыре некуда. Всего некуда. В смысле места нету для четырех. У меня самое большое третье смогу посадить. Так что, Наташенька у нас берет, а я у нее займусь. Да, почему? Потом, знаете, как жалко станет. Наташенька, давайте. Наташенька. Наташенька, давайте. Наташенька. Нам надо заканчивать разговор. Наташенька. Я еще раз говорю. Не смотрите на эти фотографии, потому что все равно... Вы нам их показываете, мы невольно смотрим, куда деваться. Все равно. Вы понимаете, что получилось? Вот это вот у нас на всей планете нет ни одного дерева. Вы скажете, а что ты голову-то оборачиваешь? Дерево нет. Дерево нет, ветка есть одна. Вот взяла вот такая вот, где говорят, как могло получиться? Ветром надуло. Я же не ученый, я просто... Вот так и отвечаю. Так даже не прививали, а просто ветка... Да, да, да. Вот именно, что не прививал. Вот. Представляете, красота какая. А ученых нет. Им же должны были это. Им не надо этим заниматься. У нас 10-20 садоводов в Сибири. 10-20. Вот. Вся самая морозостойка. Я в себя не выпячиваю. Есть такие ребята, что это... Некто меня обогнал. Я скоро на это уволюсь. Ну, думайте, думайте, думайте. Водитель. Сколько ты берешь? Вот, смотрите, красота какая. Ну... Четыре из самых этих морозостойких. Так, мы сейчас торговлю чуть заканчиваем разговор. Хорошо, давайте. Я уже... Давайте так, сейчас вот помашите рукой людям. Доброе утро, страна. Вас здорово сказали. Все, я отключаю. Надеюсь, что этот разговор всем пригодится. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ